В сравнении, например, с 2020 годом, у нас не сопоставим больше кайпа. Как вы с ним справляетесь лично, вот на личном уровне? Я не справляюсь. Ведь кто-то же должен умереть для того, чтобы доказать, что вакцина эффективна. Прилетение каких-то сложных конструкций, манипуляции, паутины. Это есть свой кайф. Право на ошибку здесь, оно там, я бы сказал, не то чтобы отсутствует, но ты не понимаешь вообще, оно есть или нет. Лучше вот вообще никакие риски не будет. А вы сдавали генетический тест? В горизонте десятилетия я, человек с нерасшифрованным геномом, это будет, ну, старобрядец. Я очень часто думаю совсем не то, что думают наши регуляторы. Попытка найти внешнего врага, это значит, что твой враг оказался хитрым и отвлек твое внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Что вы думаете про все-таки пандемию, когда это закончится? Вот слово «это», оно такое емкое, что очень трудно определить, что именно «это». Дефиниция «это» у каждого в своей голове своя. Если вопрос задавать таким образом, а когда у нас будет вот ровно то, что было там два с половиной года назад, два года назад, мой ответ, скажем, где-то на грани невыбозримом будущем и никогда. А в каком смысле? То есть мы будем вечно носить маски? Да, ведь ковид – это не только маски. Видите, в целом в ряде стран люди, например, не готовы и не хотят выходить на работу, что называется, такой оффлайн, потому что привыкли к тому, что можно это делать дома, в удобных локациях, без физического контакта и где-то даже и без потери эффективности. Кто-то понял, что работать в такой бесконтактной среде и жить в ней – это новое качество жизни. Если мы смотрим на тот же самый «Еком», если мы смотрим на еще раз такое агрессивное вхождение в нашу жизнь видеоконференций, безбумажного документооборота, общих каких-то систем, аккумулирующих информацию и щедро делящихся этой информацией с нами, это тренды, которые ковид просто так резко ускорил, но они уже живут и будут жить, мне кажется. Если меня спросить, собственно, как человек будет реагировать на прогресс в дальнейшем, я могу сказать, что, наверное, для многих одним из таких описаний ситуации будет серьезный стресс по поводу этого прогресса. Нас ждут, да, довольно серьезные изменения. Они происходят, они нас, собственно, уже не ждут. Вот самое главное – это то, что эти изменения, они никого не ждут. И, пожалуй, что в этой среде появляется желание спрятаться от этих изменений. Ну, естественно, желание вернуться в зону комфорта, закрыться своей ракой. Совершенно справедливо. Так что среди моих друзей и людей, с которыми я много общаюсь, иногда все чаще и чаще я слышу необходимость выдохнуть, сделать паузу, посидеть где-то, в общем, не знаю, там, в деревне, на даче, походить за грибами, посидеть с удочкой. Вне прогресса, вне информации, потому что мы просто, знаете, как-то... У нас мышцы интеллектуальные, мышцы работают с информацией, не адаптируются, не наросли достаточно быстро. Новому поколению в этом плане легче. Потому что они сразу привыкают к какой-то среде, ну, скажем, большей интенсивности. Правда, надо понимать, что темп появления информации во внешнем мире растет с такой скоростью, что это вот новая емкость и новая возможность. Ее тоже надолго не хватит. Как вы с ним справляетесь лично, вот на личном уровне? Да я не справляюсь. Сажусь в машину, куда-то еду, просто прямо. Я о чем-то своем думаю, о чем не знаю. Даже стараюсь не думать. Потом там пройдет 2-3 суток, возвращаешься домой, какие-то мысли появляются интересные, интересные идеи. Я все чаще и чаще обращаюсь к необходимости, еще раз говорю, пойти в горы, пойти пешком куда-то ходить далеко, где нет телефона, пойти... Вы продолжаете ходить пешком? Вы в интервью Олегу Тинькову несколько лет назад рассказывали, как вы ходили пешком до Ярославля. Ну, раньше с телефоном. Несколько лет назад это было, наверное, уже, к сожалению, десятилетие плюс, если вдуматься. Тогда еще, в общем... Да, 10 лет назад был 2011 год. Все было чуть-чуть по-другому. Ценность информации, она в личностном к ней отношении. Она в попытке эту информацию наложить на твой жизненный опыт, на твои взгляды, на твои интересы, на твои страхи, на твоих друзей, родных, близких, коллег, кумиров, идолов, у кого как, на твою жизненную философию, на твою религию, веру. У каждого свое, но это комбинация факторов, которые делают нас человеком, личностью, особенным. Вот текущий поток информации, он не дает нам эту особенность, эту информацию наложить на нашу особенность. Пережить ее. Прочувствовать, подумать об кого-то, об нее. И сделать какие-то важные, может быть, очень выводы. И, наверное, вот роскошью статуса успешного человека, я сейчас, безусловно, начал считать одну простую возможность. Это не делать то, что я не хочу с теми, с кем я не хочу, и иметь возможность подумать о том, что я делаю. Это колоссальная роскошь. Но поскольку мы все под влиянием страстей, эмоций, азарта, стресса, страха, надежды, ну, еще раз, не рационального, а эмоционального, очень часто у нас все равно на это время, ну, как бы, не хватает. А мы не можем правильно приоритизировать то, что стоило бы попробовать. Приоритизация остается привилегией успешных. Если подводить итог. Время... Успешность — это твое собственное ощущение. Это... Если ты... Перед тобой поставили вызов, неважно, как там, ну, надо с нуля, там, не знаю, там, вакцину производства разворачивать, условно. Ну, можно жить без этой вакцины? Ну, да, как бы, там, есть кому еще что-то поделать. Тебе это нужно? Ну, вроде как бы нет. Но это вызов. Это интересно. Это важно. И еще ты понимаешь, что это будет менять мир людей как бы вокруг тебя в лучшую сторону. А у вас была возможность отказаться от этого вообще? Ну, надо было бы отказаться, по-совести сказать, потому что с точки зрения эффективности и рациональности это неэффективно и нерационально. Потому что делать быстро что-то новое, это всегда в ущерб чему-то существующему. По-другому просто не бывает. Потому что ресурс ограничен, и ты... Чем более сложный и новый вызов перед тобой ставится, тем больше необходимости, как это... ресурсы с того, что у тебя и так хорошо, переложить на то, что вот новый, что нужно создавать. Вы слушаете, но последние результаты вашей компании показали, что на самом деле решение было верное. У вас там рекордные прибыли, рекордная выручка. Я искренне могу сказать, там, рад за ребят, которые работали в Варфарме, и то, что у них этот год тоже будет хорошим. Но если посмотреть, как бы, с чего он складывается, то вот это все новое, да, там, вакцины, в том числе, новые проекты исследовательские в области того же самого ковида и так далее, это, конечно, не фактор роста, а фактор ограничения. То есть без них было бы намного лучше, несопостоимно лучше результат. Ровно потому, что отрасль находится в той ситуации, когда она стала намного нужнее в повседневной, в том числе и рутинной, рутинной жизни всем. А сколько вам на круг может быть не в деньгах, я не знаю, может быть в процентах от выручки или в какой-то измеримой величине, о которой вы можете сказать, обошлась вся эта история? Объем инвестиций в проект вакцин оверол сильно, сильно переваливает за 500 миллионов долларов. Это много для нашей компании. Если говорить про капекс, то это, наверное, в районе 300 миллионов долларов суммарно. у нас есть 4 целых проекта, которые вокруг вакцин прыгают. Если говорить про опекс, это пока чуть больше 200, но на самом деле он продолжает расти, а возврат пока от вакцины у нас, в общем, я бы называю, так скажем, статистически незначимый. Если посмотреть, ну, смотрите, у нас 3 вакцины, как сейчас в нашей линейке, есть продукт флагманский, это спутник, и мы там его ввели в оборот, произвели, но, может быть, суммарно после всех пару миллионов, пару-тройку миллионов доз. Это, конечно, не 40, 50, 60 миллионов фармстандарта, это начало пути и очень сложного пути, который, в общем-то, не факт, что условно, что мы будем до конца долго идти, я не знаю, потому что мы не знаем, еще раз, как говорю, а будет нужна именно там вот вакцина двух компонентов, одна компонент, или третий, четвертый компонент со временем будет новый, мы же понимаем, что вирус будет меняться. Да. И как он будет меняться, пока происходит трудно. То есть, может быть, вот у нас сейчас наконец-то получается ее делать, и делать хорошо, стабильно, чисто, мы очень щепетильно относимся к своей репутации в вопросах производственных. Именно поэтому, наверное, самым большим, честно скажу, для нас бенефитом, плюсом, позитивом от того, что мы начали заниматься, в том числе вакциной, является высокая оценка международных регуляторов и Европейского медицинского агентства, и ВОЗа, и Саудовского ФД, и другого, которые проехали наши заводы и сказали, ну да, типа, у нас не было повода до вас доехать, но вы все, что здесь будет выпускаться, можете спокойно на наши рынки отправлять. У нас есть немецкое наше подразделение, которое, собственно, выступает в качестве, так называемого, файл-холдера для агентства. Это чуть-чуть, ну как бы, это скорее все-таки формальная часть истории и имеющая отношение к продукту, а не только как бы к тому, где оно производится. Но вот то, что наши заводы сейчас оказались, и наш Ярославль, которым много души и сил вложено, оказались не просто соответствующими, но признанно соответствующими стандартам мирового качества, это для меня еще и большая новая возможность. Что там будет произойти, мы не знаем. Будут ли это вакцины, будут ли это продукты от ковида, или будут любые другие продукты, но мы точно знаем, что на большие новые рынки можем выходить уже с поднятой головой и говорить, ребят, а производится это будет вот здесь. До этого весь наш разговор о международной экспансии был такой, что вот мы что-то придумали или мы что-то купили, мы в это вложили много денег в клинику, а производится это будет аутсорсингово где-то, к чему вы привыкли. И покупка Германии завода была в том числе, что как бы аргументом, что у нас в принципе есть свое есть, свое есть место, где мы это можем производить, понимая, что в России не уровень качества, но уровень признания качества вас не устраивает, потому что вы там не были, не видели и не готовы оттуда ничего покупать. Ведь проблема даже не в том, что у нас завод плохие, проблема в том, что у них никто не ездил. То есть инспекторат говорил, ну как бы, записываем вас на 2163 год, обязательно вас там со временем проверим, но у нас своих заводов достаточно, продавайте себя в Россию и в страны третьего мира и будьте здоровы. вот сейчас вакцина и ковид, оно всех немножко как бы это самое встряхнуло и мы получили возможность доказать свое импетенцию. А вы выпускаете вакцину, потому что я слышала несколько раз мнение, что вы не выпускаете вакцину. Я уже начала говорить, отвечать на вопросы, что и как мы выпускаем. Вот мы выпускаем, выпустили там сейчас несколько миллионов спутника большого. Мы выпустили около 20 миллионов лайта, потому что для ревакцинации, то есть к тому времени, когда мы начали хорошо выпускать спутник большой, в общем-то оказалось, что больше нужен лайт. Ну, потому что у нас все-таки уровень, у нас многие говорят, что у нас низкий уровень пока вакцинации, недостаточный. Честно говоря, большинство тех, кто хотел или кого регулятор общества подтолкнуло к этому решению, а это решение одно однозначное. Вот здесь как бы, здесь нет дискуссии, надо это делать или не надо. Но те, кто хотел, те уже привились. И поэтому следующая основная задача это ревакцинация. Совершенно очевидно, потому что сейчас стало понятно, что... А, то есть вы думаете, что все, желающие закончились, то есть тех остальных привить не удастся? Удастся, но это долгий, более сложный и не такой экспедиентный, не такой скоростной процесс. Вы ждете следующую волну? Ну, она, видите, она уже не волна, она уже как это... Это уже не волны, это сезонные всплески заболеваемости. Да, она будет, у меня почти нет сомнений, я вижу, что происходит в Соединенных Штатах, например, в Калифорнии, где, которая привита там Pfizer и Moderna на 90%, и сейчас там просто... Что это значит? Вакцина не работает или что? Что это означает? Это значит, что вирус адаптируется к ситуации. Вы понимаете, вот мы сейчас... У меня огромные надежды и ресурсы внутренней компании аллоцированы на нашу 137-ю молекулу, так называемую RPH-137, которая... такая ловушка для вируса, которая блокирует собственно рецептор, на который садится вот этот самый наш замечательный ковид. И самое главное, что независимо от того, как бы дельта это там лямбда, мю, или классическая альфа-бета ковидная, ну вот собственно она любому из них по идее не дает прицепиться и не дает начать вот этот процесс размножения в нашем организме. Это какая-то новая разработка вакцина? Это наша... Это не вакцина, нет. Нет, это лекарство. Это лекарство, да, конечно. Это инструмент блокировки. Ну то есть как бы дверь закрываем. Вакцина это все-таки создание иммунитета. Но если говорить просто про классические вакцины, смотрите, я, честно говоря, с самого начала говорил, что вакцина не будет иметь даже на первом на первом классическом штамме абсолютного эффекта связанного с незаражаемостью. Будет пробиваться, потому что концентрация вируса ковидной бывает такая разная, что при превышении определенных норм концентрации она должна, скажем, обходить защиту иммунитета. Но это, собственно, не самое важное. И изначально мы это обсуждали как раз с институтом Гамалея и с нашими учеными, что главное в исследовании посмотреть, а что же будет с теми, кто заболел. И вот действительно надо понимать, что значительная часть тех, кто вроде бы по всем своим даже критериям состояния здоровья должны тяжело переносить ковид, после прививки они не попадают в больницу и, собственно, не умирают. Вот, собственно, вот цель вакцины. Но продолжают болеть. Болеют. А вот вирус, который... Ну, если они болеют простудой, ну, и пусть болеют. Она простудой простуде рознь. Ведь задача-то вирус какая? Вирус понимает, что вот он, что его пытались обмануть, что организм его встречает уже во всеоружии. И он меняется. И он пытается искать пути, как все-таки, что называется, победить и размножиться и стать, собственно, главным. И это естественный эволюционный процесс. Вопрос, кто будет быстрее адаптироваться и реагировать, наш иммунитет, которому мы помогаем, в том числе, в вакцинации, стимулируем его вакцинации, или вирус, это такой, собственно, наверное, самый интересный в этом контексте вызов. Нужно ли будет у нас основная вакцина наша через год? Не знаю, как бы, я думаю, что все-таки ревакцинация, она в любом случае будет, скорее всего, однокомпонентная. Ну, просто по логике событий и вещей. Поэтому начали, что называется, делать спутник. Сфокусировались сейчас и на спутнике, и на лайте. Лайте там, условно, в 10 раз больше производим, чем спутника. Есть у нас еще вакцина наша, замечательная, разработанная коллегами из Оксфорда, которую мы лицензировали у Астразенеки в прошлом летом. Ну, вот ее там сколько произвели, может, 25, может, миллионов. А вы ее тоже производите? Это тоже наш продукт. Есть разные мнения, насколько, кто из вакцин более эффективен, менее эффективен, потому что, на самом деле, большого сравнительного анализа, ни одной вакцины, ни одного, ни с чем не было. Я, в общем, скажем, склонен считать, что проект, родственный проект спутника, он, ну, то есть, он для меня, он чуть понятнее с точки зрения, например, системы очистки, она там просто более многоэтапная. Я там, скажем, все-таки, вот сам привел со спутником, а не Оксфорда. Хотя, думаю, что сочетание этих двух вакцин, о чем, собственно, в рамках чего идет клиническое исследование, может оказаться очень хорошим вариантом. А это на экспорт вы делаете, да? Да, это мы делаем в рамках тех и того лицензионного соглашения, которые у нас есть. Это страны, различные страны, то есть, основные покупатели это там Саудовская Аравия, Марокко, это Ираты, Катар. У вас есть ответ на вопрос, почему в Россию не пускают западные вакцины? Ну, что значит не пускают? Фраза... Но их нету. Фраза их нету и не пускают, это все-таки немножечко разные трактовки ситуации. Хорошо. Почему, например, вакцины «Спутник» нету в Соединенных Штатах Америки? Ну, в общем-то... Не пускают. Да неправда. На самом деле, пускать-то могут, просто пускают, это значит соответствовать тому набору регуляторных требований, которые выдвигаются в данном случае «ЮС-Авдеи». Мы можем это сделать, но вот если бы... Не подавались мы, да. Мы могли бы, наверное, это сделать. Но это займет сколько-то лет. Самое главное, что чем меньше наивного контингента, наивного – это значит непривитого, тем сложнее делать это исследование, потому что, собственно, ну, как бы... нужно же сравнить тех, кто привит, с теми, кто не привит. А здесь все привиты. У нас нет. Хорошо. У нас нет, но... Вот понимаете, смотрите, представьте, что вот есть доказательно эффективное решение. Вот я про спутник могу говорить очень уверенно, ровно так же, как про, например, тот же самый Оксфорд. Есть доказательное эффективное решение. Степень эффективности может быть разная, но доказательно эффективная. Ты приходишь с новым проектом, например, и говоришь, так, ребят, а давайте сравним, значит, вот как будет работать мой проект против тех, кто вообще не привит. Это уже этически сложно. Что значит? Значит, кто-то должен остаться непривитым? То есть, следующая форма исследования, как в лекарствах происходит, это будет исследование сравнительное, а кто лучше. Но понимаете, что сравнительное исследование с наивными пациентами, это легко, потому что, надо дальше смотришь, сколько из тех, кто не был вообще ничем привит, заболело в сравнении с тем, кто был привит. Сколько из тех, кто не был привит, умерло в сравнении с тем, кто не был привит. Легкое вроде бы как бы такое решение. Но представьте, с точки зрения гуманизма, ведь кто-то же должен умереть для того, чтобы доказать, что вакцина эффективна. Я бы так сказал. Большинство вакцин в мире регистрировалось и регистрируется по принципам, так он называется, экстренного использования, emergency use. И вот это emergency use, это, ну, условно, это регистрация по очень упрощенному сценарию, когда регулятор приходит и говорит, слушайте, ну, вообще я так не регистрирую, вообще так нельзя. но если я этого не сделаю, нам будет так плохо, что я это сделаю. Теперь вопрос, какие вакцины в этом контексте он должен регистрировать? Конечно, свой. Почему? Потому что у него есть влияние на supply chain. Он понимает, что эти вакцины будут доступны людям. Ну, он зарегистрировал, условно, там, наш Минздрав файзер, или файзер спутник зарегистрирует, а не файзер, а фд зарегистрирует спутник. Ну, что, есть гарантии, что мы в США сейчас отправим спутник, когда у нас своя, своя очередь за прививками? Нет, конечно. А у нас есть очередь за прививками? Была. Сейчас, ну, сейчас, сейчас вот она, мне кажется, потихоньку росла, хотя до сих пор есть ряд субъектов, где есть. А летом была. Вы помните, какая была? И регионы, действительно, мы не успевали, мы догоняли, мы бежали, нас регулировали, нас координировало, там, правительство, вплоть до уровня представителей правительства, в ежедневном режиме, где наши вакцины, в каком объеме, куда их отправить. Я хочу сказать, что, конечно, если посмотреть на масштабность проникновения ковида в разных странах, в Российской Федерации, в сравнении, например, с 2020 годом, у нас несопоставимо больше ковида. Несопоставимо больше. Больше? Ну, больше. Ну, во-первых, мы сняли ограничений много, мы стали общаться, мы стали ходить, ходить вместе по улицам. Конечно, и мы больше заражаемся ковидом. И новый ковид заразнее, и новый ковид опаснее. Но у нас есть уже сейчас иммунная защита, потому что много привитых. И у нас есть чем лечить. И у нас есть понимание, как лечить. Вот чем лечить, это, мне кажется, я бы поспорила, потому что... Да, спорить не о чем. Здесь есть четкое понимание, что каждый новый шаг, каждый новый продукт, он идет на пути, ну, как бы он делает, он, что называется, он дает что-то еще. Вот, еще раз, вот помните, как мы начинали, чем мы начинали лечить ковид? Мы начинали лечить ковид, репозиционируем существующих лекарств, калетрой, там, этим самым, плаквинилом, массой продуктов, которые, ну, изначально были доступны на рынке в силу того, что их для чего-то уже использовали, и мы их репозиционировали, наконец, с другой стороны, какой смысл лечить чем-то, что работает хуже, если у тебя уже в арсенале есть что-то, что лучше. Вот, например, там запустился тогда фавипераверт, да, там, в качестве решения. Сейчас там... Тоже оказался неэффективным, по-моему, да? В итоге. Посмотрите, вот буквально 21 сентября, например, мы по коронавиру, было большое у нас в Translational Research, в таком, в одном из самых научных и влиятельных американских журналов мы смотрели, опубликовали данные по старше 60 пациентам из тех, кто не госпитализировался, из тех, кто... Ну, то есть из тех, из тех, кого поймали вообще рано, из тех, кого... Ну, в смысле, поймали вирус, имеется в виду, да, естественно, не пациентов, а из тех, кто уже на этапе развития получил препарат, и там кривые разошлись, ну, там, знаете, настолько демонстративно, то есть он точно работает. Будет ли что-то, что будет работать лучше? Ну, там, вот сейчас Молну-Пиравир, например, следующий Пиравир, который делает Мерк, там, купил у Риджбека. Я думаю, что у него есть хорошая перспектива еще сильнее развести кривые. Более того, надо понимать, что там... Справиться с Альфой и Бетой легче, чем с Дельтой. Справиться с чем-то новым будет сложнее, чем с Дельтой. Мы это должны понимать. Но тот же самый, конечно, Фоя-Пиравира оказался несомненно лучшим решением в сравнении с Калетрой, в сравнении со всеми предыдущими идеями. Вы, кстати, неплохо сработали на обоих препаратах, да? Ну, на чем? На Калетре мы потеряли, как вы понимаете, потому что это, собственно, мы просто реализовали тот самый продукт, который должны были реализовывать в рамках нашей программы борьбы с антиретроверсными инфекциями, и их пришлось заменять другими продуктами. То есть, соответственно, поскольку, как мы понимаем, что те, кто лечится от антиретровируса, ну, то есть от вируса иммунодефицита человека, они употребляют препарат пожизненно, долго. И это, естественно, как любой хронический пациент, это для фармацевтических компаний, для бизнеса, самый важный и ответственный клиент. Так вот, то, что мы сняли условно продукт с основного рынка и отправили его на ковид, ну, значит, соответственно, большое количество пациентов, которые его использовали для профилактики ВИЧ, переключились на другие продукты. Ну, там есть линейка продуктов. А, то есть они не пострадали? Я только у вас хотела спросить. Они не пострадали, но калетра для ВИЧа в этом году продается меньше, чем, например, в прошлом, а другие продукты больше. Что вам пришлось затормозить? Может быть, какие-то разработки вам пришлось остановить? Всему миру пришлось затормозить большинство разработок в целом. Потому что клинические исследования в условиях ковида это отдельный совершенно вид спорта, бег с препятствиями, когда препятствия каждый раз новые и удивительные. Ну, потому что мы понимаем, что... Что такое, например, клиническое исследование? Это в случае с той же самой артлегией, алакизумабом, которую мы делали для ремоторида на артрите. Третья фаза началась у нас, по-моему, если мне память не изменяет, в 2012 году или в 2013. Вот она там закончилась в Штатах в 2020 году. Семь лет. А теперь представьте себе, что ковид на три года раньше. Все сначала. Пациент прервался, доказательно не получили информацию о безопасности продукта и, соответственно, эффективности. Что 300 миллионов долларов взяли и выбросили? Ну, условно. Хорошо, что вот с этим продуктом нам повезло закончить успели до ковида. Работает. Несомненно. Вот, собственно, предмет, предмет гордости, удовлетворения того, что получилось хорошо. Я видела дискуссию следующего содержания. Я не знаю, поправьте меня, если это ерунда. Я дискуссию не знаю. Что якобы она в открытой продаже стоит одну сумму, а по госзакупкам в три раза дороже. У нас цена всегда одинаковая. 39 тысяч рублей. Да все. Всегда. Никакой другой. Не может быть. Бывает 5-процентная скидка за предоплату независимо от того, кто это делает. В данном концепте просто чисто как финансовый инструмент, потому что нужно больше средств сейчас на реинвестиции в те же самые заводы для вакцин. Но это вопрос там, условно, вопрос стоимости денег и не более того. 39 тысяч рублей для всех всегда. Продукт может оказаться дешевле на рынке, только если он либо фальсифицированный, либо каким-то образом попало вторичное обращение. А дороже продать по закупке нельзя? Ну, он зарегистрирован, он уже на ЛП. То есть легально? Нет. У нас невозможно, потому что невозможно, система не позволит. Кто-то, ну, понимаете, когда мы покупали маски на первом этапе, нас спросили, там, из Китая маски привезти, мы маски покупали, там, какие-то, потом их раздаривали. Кстати, я могу так сказать, что суммарно несколько сотен миллионов долларов мы на это дело из строителей. На маске? Да. И просто раздарили. Ровно как и артлегии. А вас просили, да? Ну, когда не было, то Минпром сказал, что нам нужно срочно, срочно спасать ситуацию. Мы спасали. Отказаться было нельзя? А мы не собирались. Даже в голову не приходило. Нужно было, там, вопрос был, кто первый самолет забукирует, где, как найти и так далее. Ну, тут вот те же самые наши друзья из Кореи, из Китайской Народной Республики, условно, которые что-то продавали до этого, там, за 2 цента, стали продавать за 40 центов. А вы покупали это за свой счет? Это не финансировал Минпромторг, не выделяется ни от них деньги, ни от кода. То есть вас попросили за свой счет купить маски и привезти? Нас просили, нас просили срочно привезти какие-то объемы, каких-то продуктов. Потом, на самом деле, государство взяло и нам помогло, у нас выкупило в резерв какое-то количество. Огромное количество мы просто подарили. Маски, например, все по сути своей. Но к тому времени, когда они появились, мы просто их стали. Ну, это не наш бизнес, мы не умеем продавать маски. Расскажите про особенности ведения бизнеса с государством. Вы очень много делаете госконтрактов. У вас сколько выручки, кстати? Коммерческая составляет? Я не очень понимаю, что такое коммерческая выручка, что такое некоммерческая. Ситуация такая, то есть, если говорить бизнес институциональный и out of pocket, то, конечно, институциональный он самый большой. Что это такое, государство или не государство, я не знаю. Вот почему, я просто вам объясню. То есть, мы продаем в частную клинику, ну, допустим, мать и дитя, или там, не знаю, EMC. Это же государство или не государство? Нет, это не государство, это частная клиника. Хорошо, как вы думаете, что они с этим будут делать? Препаратом? Они будут лечить больного. Лечить, лечить. Где они возьмут на это деньги? Чаще всего. Немножечко ОМС, немножечко из кармана. Очень сильно сомневаюсь. Еще как-то, поверьте мне. Вся онкология, все тяжелые заболевания, это у нас покрыто, покрывается ОМС. На 100% или на 100%, это вопрос отдельной дискуссии. Я считаю, что у нас, безусловно, не дофинансировано медицинное здравоохранение. Это все понятно. Но в существенной степени. Это госзакупал. В общем-то, наверное, в этом контексте, да. То есть, это что-то, за что платит налогоплательщика. Так или иначе. Просто потом попадает в федеральный бюджет, распределяется, субвенции, ОМС, частью с наших зарплат и так далее. То есть, если мы говорим про долю контрактов с Министерством здравоохранения, например, у Аэрфарма, она single digit. У нас нет ни одного общего клиента. Ну, Москва, наверное, самая большая, которая около 10%. Single digit вы имеете меньше 10%. Да, Минздрав, мне кажется, процент 4, может 5. А регионы? А регионы, опять же, и что такое регион? Министерство здравоохранения субъекта каждого в отдельности. Вот я говорю, Москва самая большая, она там близится к 10% по закупкам. Дальше, каждая отдельная больница, она же тоже в регионах, она же тоже в условно государственном учреждении в той или иной степени. Да? Или там ведомственная. А если это неведомственная РЖД или Газпром, мы искренне будем смотреть друг в друга в глаза и говорить о том, что это не государство, ну, конечно, это государственная экономика. Это довольно необычный рынок, довольно тяжелый, я предполагаю. Как устроена конкурентная борьба на этом рынке? Кто ваши конкуренты? В чем вы соревнуетесь? Я не отношусь к источнику средств на этом рынке, да, или к системе. Я его по-другому дифференцирую. То есть наши конкуренты это те лекарства и те продукты, которые могут наряду с нашими решать те задачи, которые решают наш продукт. Аналоги? Не обязательно. Конкуренты. Аналоги – это один из самых, ну, я бы сказал так, простых, но далеко не самых серьезных видов конкуренции. Потому что основная конкуренция – это конкуренция инновационных решений. То есть основной доход всегда в тех продуктах. А в госзаказе это тоже есть? Конечно. Мне казалось, там было все более консервативно, нет? Основная конкуренция как раз, она и есть за то, чтобы доказать, что именно твои продукты, они лучше всего отвечают на вызовы, которые перед всем здравоохранения стоят. И вот это и есть основная работа. И для этого продукты должны быть все время новыми, но это лучше, чем у других. Если смотреть на российский рынок, то, к сожалению, в России препаратов своих, с нуля созданных, или не с нуля, не важно, но своих, новых и перспективных очень немного. Есть успехи у Биокада, есть успехи у Генериума, есть успехи у нас, но это все штучные, штучные истории. И если вот эти продукты посмотреть, как они будут жить на рынке, ну то есть, если бы мы их сделали не в России, а сделали их в той же Америке, наверное, наши компании, ну или по крайней мере Airfarm, точно бы добавил не один десятки миллиардов долларов капитализации. Просто на новостях об этих продуктах. Ну потому что мультипликатор другой. Знаете, какой сейчас средний мультипликатор? Фармотрасля, вот сейчас постковидный. Да там бешеный, да. 40, 40 средний. 35-40 прибыли. В России, я уже молчу там про Китай и Корею, там я видел и 78. Поэтому мультипликатор вы сколько стоите? Давайте посчитаем. Да, вообще зависит. Сколько прибыли вашего будет? Ну, прибли. Я думаю, что будет достаточно хороший рост. таргет на рост. Я бы так сказал. Я никогда не люблю говорить гоп, пока не перепрыгивал. Вы на IPO, кстати, не собираетесь? Собираюсь. Когда? Мы, во-первых, внимательно смотрим за коллегами. Я знаю, что Владимир Ефтушенков говорил, объявлял о том, что Бенофарм планирует выйти на IPO. То есть мы, конечно, будем смотреть, кто и как будет проходить путь, чтобы понять бенчмарк. Вот когда РФАРМ... Ну, не в ближайший год, короче. Не в ближайший год, несомненно, и не в ближайшие два года. Но когда РФАРМ я принимал решение о продаже Митсу, и это была первая сделка на 10%. Тогда была катализация 2 миллиарда. 2 миллиарда было, да. А вот если использовать вот такой же мультипликатор, как мы делали на сделке, то сейчас мы стоим 7-8. Ну, что там, 6-8 миллиардов, условно. То есть мы выросли где-то в 4 раза по мультипликатору и беды с тех пор. И это, в общем, ну, как бы хороший показатель. То есть наши ставки сработали в новых продуктах. Теперь вопрос, готов ли я завтра, например, условно резко сократить свою долю в компании ну, из капитализации 6-8. Но нет, конечно. Это неинтересно. Такая корова нужна самому. Совершенно справедливо. То есть будем ли мы использовать будем ли мы использовать финансовые результаты компании для того, чтобы привлечь ресурсы, например, на рынке, корпоративных облигаций для дальнейшего развития? Возможно. Это интересный повод познакомить инвесторов с состоянием дела в компании. Но наша задача в этом году, и я считаю, что она реализуема, это, конечно, во-первых, все-таки пройти этот психологический порог 3 миллиардов долларов в ручке. Давно пора. Я думаю, что мы с ним справимся. Да, Airfarm в силу своей романтизма акционера не стремится максимизировать свою прибыльность. Ну, то есть нам больше интересно... Ну, то есть если посмотреть критерии, коэффициент там и беды к выручке, он у нас существенно меньше, чем у того, что там вы можете увидеть в наших коллег по цеху. Вот я здесь... Это из-за Капекса? Вы много инвестируете? Это из-за Капекса, амортизации Капекса. Это из-за принципа ценообразования. Ну, условно. Вот вышла артлеги. Так. Мы в артлеги вложили 300 с лишним миллионов долларов в клинические исследования. Из них нам 200 с лишним дал ВЭП в кредит. Ну, надо сказать, недорогой, но уж точно ни 2, ни 3 процента, как вы понимаете, да, там было... Когда-то было 10-12, когда-то было 8-9. Я так и подумала, 2-3 процента обычно ВЭП дает. Ну, не нам. Дает, видимо... Нужным людям. Кому надо дает, я не знаю. подожди, у вас же такие связи, вы что? У меня хорошая связь. Что, знаете, что такое связи? Что? Это зависимость между объектами. Ну, вообще, по жизни. Вот это связь. Так, какой самый высокопоставленный объект от вас зависит? От меня? Ну, знаете, когда болеет, наверное, любой, независимо от погон и условно статусов. То есть, вот если кому-то нужна ажатлегия, он в больнице лежит, он от меня в моменте зависит. А я завишу от любого, кто определяет условия функционерной компании на рынке, инвестка, климата и все остальное. И влиятельный человек. Забыв все влиятельные. Мы делаем дело, которое, безусловно, оказывает воздействие на жизнь многих людей. Если у нас удается, это воздействие положительное. Если не удается или мы делаем ошибки, это воздействие не такое положительное, как должно быть. И поэтому связь это возможность донести свою точку зрения и позицию так, чтобы ее услышали. У меня есть такие возможности. На всех уровнях практически. Чем больше у человека его зона ответственности, тем ему сложнее и важнее приходится фильтровать. звонки и рекомендации, которые могут поступать даже от тех людей, которым вроде бы есть доверие и уважение. И в этом контексте еще раз хочу сказать, что вот возможность донести позицию до президента, до представителя правительства, до руководства наших палат Государственной Думы, Совета Федерации, министерств, ведомств. Это очень хорошо, это здорово. И для этого нужна та же самая деловая Россия ровно в том числе как институт, позволяющий огромное количество индивидуальных запросов отфильтровать, найти в них общные. То есть если всех волнует условно одно и то же, не знаю, институт не только налоговых проверок, но, не знаю, попытка заранее например, заблокировать на счету коллекторал, обеспечение возможной будущей налоговой проверки. Это касается очень многих. И сразу всем интересно, кадастры, некадастры, природоохранные блоки. Есть вещи, которые собираются из маленьких ручейков из разных региональных отделений, из разных совершенно компаний разных отраслей и для всех важны. Вот эти темы совершенно спокойно можно поднимать на уровень достаточный для того, чтобы найти решение. Где это правительство, еще раз говорю, где-то законодатели, где-то президент. Вопрос в том, что есть репутация у людей, есть представление у всех, наверное, от кого что ожидать. Есть заявленный конфликт интересов. Поэтому, например, та же самая деловая Россия занимает минимальную позицию именно в вопросах той же самой информационной оптики. Потому что условно мое влияние в этой нише достаточно высокое, я поэтому специально отстранился от комитета нашего, этой части, этого направления. ним занимаются в основном мои конкуренты. Ровно потому, что и так все понимают, что если есть вопрос, связанный с моей отраслевой принадлежностью, мне так этот вопрос зададут. Я скажу, что я по этому поводу думаю. Я очень часто думаю совсем не то, что думают наши регуляторы. Ну, честно скажу. Серьезно? В 75-80% случаев я являюсь оппонентом по вопросам связанным с импортозамещением и ограничениями доступа продукции и фокусом на внутренний рынок, а не на экспорт. Ну, то есть, у меня много своих мнений и убеждений, которые, опять же, в значительной степени такие, не только потому, что я идеалист, но и потому, что у меня есть для этого определенный уже багаж ресурса. То есть, я могу себе позволить такую позицию. Я себе могу позволить повышать планку требований. Я могу себе позволить делать фокус, ну, то есть, не бояться конкуренции с иностранцами, а делать фокус на поддержке выхода на внешний рынок. Но кто-то не может, совершенно прям кто-то нахуй находится на начале этого пути. И регулятор, он и условно балансирует. Что лучше сделать? Там, двух-трех великих эрфармов, которые станут, там, файзерами, мерками, рожжими, там, наварцами и так далее, или иметь 20 плюс-минус, там, достойных региональных игроков? Ну, это же, знаете, это, это, это не так правильный ответ на этот вопрос. Есть моё, мой ответ, что лучше иметь, там, двух-трёх национальных чемпионов. Но, если вы спросите того, кто не может попасть в это число, он скажет, да, конечно. Это фактор, ограничивающий возможность. Вы знаете, что вас называют витриной Голиковой? Витриной? Да, что считается, есть распространённое мнение, что вы не владелец компании, а вы фронтите Татьяну Голиковой. Слышали такое? Ну, как сказать, есть смешные, смешных идей, может быть, много. Я с Татьяной Аксеной в своей жизни разговаривал два раза на совещаниях. Один на один ни разу. У меня есть очень много уважения к её работе, которую она там делала, будучи министром и находясь сейчас в позиции виск примера. У меня колоссальное количество несогласия с её действиями, потому что она, наверное, самый большой регулятор в моей отрасли. Да. И я бы так сказал, если эту гипотезу протестировать среди лиц, знающих хорошо меня и, наверное, среди лиц, знающих Татьяну Алексеевну, мало кто убедительно в этот концепт можно поверить. Я не знаю, вот бизнесов, где принимая ежедневные решения, ты можешь условно жить в ситуации, когда тебе надо решения принимать, а эти решения, они как бы не твои, должны соответствовать чьим-то другим интересам. Это очень не предпринимательские, это сложно. Это наказание. Я думаю, что у кого-то из тех коллег, у кого-то, кто с этой ситуацией столкнулся в бизнесе, рано или поздно встаёт либо вопрос о том, что с этим надо завязывать, либо эти компании просто не доживают. я не верю в современные модели экономики в возможность номинальных владений. К сожалению, я не верю до сегодняшнего момента в возможность пока на этом этапе роста управления даже акционерными компаниями. Это очень сложная история. И вот вы меня спрашивали про IPO. Это намного более серьёзный вопрос, чем условные анекдоты про чиновников в структуре акционеров фэрфарма, коих нет, нет, не было никогда и не будет. Вот. А если не чиновники, если просто акционеры, смогу ли я принимать те решения, которые я хочу принимать? Вот Митсуи и РФП это попытка протестировать с комфортными мне акционерами, но которых несколько, и я могу поубеждать их лично. Скажите, давайте вот это сделаем. Говорит, не, не, это не наш мотэк. В общем, некомфортно вам, да? Мне нравится это. Мне просто для этого нужно дозреть, нужен уровень зрелости, позволяющий наступать себе на песню посредине. Вот как бы ты понимаешь, ну, то есть, что-то ещё недостаточно убить, но тебе хочется попробовать. Вот я, в принципе, думаю, что 2-3 года я смогу к этому подойти, опять же, имея и собственный ресурс и компании, где я буду единственным собственником, как способ самовыражения и, что называется, ну, там, глупых, наивных эскапад. Что и умных, и не наивных? Там, от ресторанов до кухонных роботов, там, не знаю, от Екома до генетики и генома и психологии. Это моё, это моё желание идти туда, где я вижу будущее, где я вижу свет. Готов ли я обсуждать с узким кругом акционеров какие-то проекты? Да. Готов ли я обсуждать в рамках IPO с, ну, как бы, с сообществом квалифицированных инвесторов? Вот в широком аспекте нет. Поэтому IPO у нас будет тогда, когда я точно пойму, что вот эта рамка... Что вы готовы с этими людьми разговаривать? Нет, что вот эта рамка для AirFarm. И что в этой рамке нет больше места для моих, ну, я бы сказал, не то, что безумств, да, но для моих субъективных решений. Что AirFarm в состоянии эффективно жить, руководствоваться объективными решениями. Только теми, где God-feeling, да, вот где-то вот чувство, там, интуитивное из уравнения убирается без ущерба. это и есть функция зрелости вот той самой компании. Но мы близки. Еще два у меня к вам неприятных вопроса. Сначала про госзаказ и расследование фаз 2018 года. Помните? Я все неприятные не забываю сразу же, что вы смеете, все обнулялись, как зайчик. У вас поймали несколько человек с поддельными, якобы, какими-то документами и печатями подставных компаний, которые участвовали в конкурсах вместе с вами. У меня никого не поймали. Вот ни у меня, ни в арфарме никого, нигде не поймали. Поверьте, если бы у нас кого-нибудь поймали, с учетом того, как арфарм любят все наши регуляторы, как арфарм любят все наши правоохранители и так далее, мы бы с вами сейчас в этом комфортном месте не сидим. Они любят регуляторы и правоохранительные? Ну, большие, ну, конечно, ну, как, ну, нет, нас любят проверять, потому что нас много, нас удобно проверить. А вы правоохранительных органов что, испытываете какое-то давление? Я испытываю постоянный интерес со стороны регуляторов и правоохранительных органов к тому, что мы делаем, потому что мы большая компания. Занимаешься госконтрактами? Всеми бизнесами, которыми мы занимаемся, мы занимаемся в масштабе. Влияние таких компаний, как арфарм, на отрасль, на экономику, оно очевидно, потому что там, условно, 10 миллиардов рублей и там 200 миллиардов рублей, к которым мы там движемся, в этом, в следующем, когда не важно. Это разница. И, естественно, в связи с этим мы как бы испытываем куда больше и пристальное внимание со стороны всех возможных проверяющих и контрольно-надзорных органов. Теперь вопрос. Когда у тебя в компании работают там 5-6 тысяч, как у нас там человек, есть шанс, что кто-то где-то что-то сделать не так? Наверное. Да, такие шансы есть. И за это придется отвечать. Отвечать придется компании. Но главное, чтобы нужно, как это, нужно не переходить грань собственной совести, собственно, допустимости недопустимого. вот у меня с этим все в порядке. Я сплю спокойно. Борис Шпигель. Борис Акчич. Вы вообще что думаете про это дело? Он же ваш конкурент. Вы главный выгодоприобретатель во всей этой истории. Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Ну, какой же мы выгодоприобрели? Пока мы только приобрели долги компании Биотек, не приобрели в том смысле, а они остались у нас, как и были. Мы довольно много поставили продукции компании Биотек. Не очень большая выгода, чего раз выговорить, потому что, конечно, это долг немножко ухудшилось, хотя вроде бы команда Биотек обещает, что там все будет хорошо. Мы продолжаем поддерживать компанию, продавать им свои лекарства и активно. Знаете, то, чем занимался Биотек, я могу так сказать, что, наверное, это редкий случай, когда у нас ничего не приросло после проблем Биотек. Просто так получилось. Не круг добра, который вызывал столько интересов и который раздражал, может быть, кого-то на рынке, что Биотек там было очень много. У нас там не было и нету. Просто не наша ниша. Мы займемся арфанкой, но просто мы к этому не готовы. Мы находимся в более ранних фазах разработки. У нас есть 3-4 продукта, которые на этом рынке окажутся важными и востребованными. не собственно региональное наше такое присутствие. Я еще раз хочу сказать, что я считаю, что Шпигель по-прежнему своим другом, человеком, которому я обязан многими хорошими жизненными уроками. А вы давно дружите? Мы знакомы. Вот как бы дружить всем. Все-таки, знаете, дружба это это никогда так дружу, что жить без тебя не могу. Дружба это интерес. Шпигель человек интересный. в чем-то, я бы сказал, безумный, в чем-то че-чур пассионарный, но он, безусловно, с мнением. И когда я с ним познакомился, по-моему, в шестом или седьмом году. И он мне много что, скажем, рассказал и много что писал. А про каких обстоятельствах расскажите? Потому что есть еще... Я очень хорошо помню обстоятельства знакомства. По-моему, мы поставляли что-то, какие-то свои продукты, по-моему, в Центр гематологии или еще что-то. Он какую-то программу готовил. Как бы тогда уже был статус сенатора или член Совета Федерации. И было какое-то обсуждение. Я еще раз хочу сказать. Я много раз обсуждал Борис Исааковичу идею купить РФАРМ когда-то, потом на других этапах жизни. А почему не продать Биотекер ФАРМу? Но мы не очень так умеем. Мы заявляем. Он оказал большое влияние на становление вашей компании? Нет. Ну, я так сказал. Одно из действий Бориса Исааковича оказало на моменте очень серьезное влияние. Это рекомендация пойти, попробовать, поучаствовать в федеральном конкурсе по обеспечению льготников Центрального и Северо-Западного федерального округа лекарствами гемофилии тогда. Ну, то есть, насколько я помню, у нас там была гемофилия, муковисцидоз и гематологические какие-то лекарства. А он тогда сенатором был? Он был сенатором, но, конечно, все знают, что он бенефициар компании Биотек. Он конкурировал, они конкурировали с другими участниками рынка. Мне кажется, что ему... А он участвовал в этом конкурсе, тоже его компания? Он участвовал в каких-то других округах. Я не помню, по-моему, в Павловии. А вам посоветовал? Он на том моменте в тех округах, куда в Ресекшн что-нибудь не попробовать. Там жил его конкурент компания Протек. А ему нужно было вашими руками Ему хотелось нашими руками, но не придушить, а попробовать, по крайней мере, их пощекотать. И, честно говоря, тогда для меня что Протек, что Биотек были слишком большими. Такими, знаете, как-то, они там где-то летали, а мы все-таки работали на другом масштабе. Это шестой год, пятый, шестой вот этой вот дискуссии министром Бузурабов, тогда я смеюю, память, это началась только эта программа, которая, ну, где экспожер была для нас велика. Это вот если нам сейчас взять и не одну артлегию в клинику запустить, а третью фазу 15 продуктов в Америке. То есть, ну, условно там 300 миллионов за 7-8 лет мы можем себе позволить не стратить, а 3,5 миллиарда нет. И вот тогда это вот где-то там было. Ну, и в какой-то, и, честно говоря, он со своей сапассионарностью меня убедил, что можно пробовать и... Но он же как-нибудь еще посодействовал, наверное, вам. Он обещал помочь с программным продуктом. Обещал помочь. И потом у него случилось в процессе вот этого как раз всего этого конкурса, там случился у них как раз какой-то кризис коррупционного, как я понимаю, характера с Фомсом. Вы знаете, что там были такая уголая история, и мы оказались с выигранным конкурсом и абсолютным отсутствием понимания, что же с этим делать, потому что мы понимали, как брать ли, как достаёт, но у нас не было продукта и не было инфраструктуры. Подождите, вы выиграли конкурс, не имея продукта? Не был программного продукта. Мы выиграли конкурс, рассчитывая, что программа продукта нам даст биотек. у каждого в каждом регионе. А для чего этот программный продукт нужен? Для учёта лекарств, которые отпускаются льготникам. Ну, фактически, по сути своей, это и есть система обеспечения. И, по сути, мы его вынуждены были потом сделать сами, и потом у нас оказалось, что доля потерь примерно на 10-20 раз ниже, чем у больших игроков, потому что, может быть, мы начинали на новенького, мы видели те ошибки, которые делал из-за нас. В общем, по сути, получилось всё очень хорошо. Но принять такое безумное решение и ввязаться в этот бой без того, чтобы... без надежды, что тебе в этом деле помогут технически, и продуктам, и своими компьютерами, и станциями. Попробуйте полторы тысячи аптек за неделю поставить рабочие станции, более того, где их и ставить-то нигде, и где они никому не нужны. Ну, то есть, там до тебя сидит, Протека, там всё хорошо. То есть, это не просто лекарство, это ещё и рабочую статус вы должны привезти, за свой компьютер привезти. Ну, то есть, да, ну, то есть, или встать на что-то другую, но там... Но Протек вас, конечно, не пустит. Ну, конечно, не пустит. Хотя я с огромным уважением сейчас отношусь к Вадиму Якунину, ну, там, даже когда была книжка, здесь у нас недавно писали по поводу, посвящённая юбилею Протека, это очень хорошая компания. И там, может быть, там настрадавшиство, в том числе, входя на их рынок, я понял, в общем, ну, как бы, к чему, к чему надо стремиться. Это компания, к которой я отношусь с огромным уважением. То, что происходит сейчас в жизни Бориса Акчича и жизни его компании, у меня вызывает большое огорчение. Я не знаю, так оно всё на самом деле или нет, но, как бы, верится не очень, но это я не имею права и не собираюсь давать никакие суждения. Просто то, что он хороший человек и много кому по жизни помогал, в том числе в тяжёлых ситуациях, связанных со здоровьем и так далее, вот это я точно знаю. Ну, с большой буквы человек. Я посмотрела ваше интервью Тени Канделаки. НРТВА. Она там довольно прозрачно намекает, что вы стоите за делом Бориса Шпигеля. Не знаете, почему она так делает? Я думаю, что работу журналистов это провоцировать. Но Тина знает достаточно хорошо меня и я могу сказать, что я там, знаете, это как-то тот, тот историй, когда не нужно ничего доказывать. Все знают, что это не так и так быть не может. Нет. Я могу так сказать, что более того, если есть и будет возможность условно, там, это персональное поручительство или ещё что-то, там, помочь Борису Сакчу, ну, по крайней мере, из этой ситуации каким-то образом выйти без ущерба для своего здоровья хотя бы. ответив, конечно, там, на все вопросы и вызовы, которые перед ним поставили правоохранительные органы, но я буду, я точно совершенно буду свидетельствовать. Вы же влиятельный человек, вы пытались ему помочь? А как я могу помочь? Это не фактор влияния. Вот, ещё раз, вы понимаете, ещё раз, я единственное приемлю... Ну, выйти под залог, я не знаю, хотя бы. Будет необходимо сдать залог, да, залог, конечно, несомненно, ну, в пределах там своих каких-то ресурсов и здравого смысла, да, это законный, тогда поручительство, которое точно совершенно... Ещё раз, эта ситуация, она огорчительна, потому что мне кажется, что Борис Сакчу противоречивый, но очень хороший человек. Вот, но то, что он, конечно, условно его и методы ведения бизнеса, и философии и так далее, она драматически отличается от моей, это, мне кажется, она уже понимает и знает весь рынок. Он был очень особенный. Это старая школа. В каком смысле? В каком смысле, особенно? Старая школа. Что вы имеете в виду? Личное отношение ко всему, и вот, как вы говорите, это связи, как институт взаимной зависимости всех от всех, плетение, плетение, плетение каких-то сложных конструкций, манипуляции, паутины и так далее, в этом есть свой кайф. Это, наверное, там, как-то, когда ты в детстве играл в солдатики, вот, может быть, ты хочешь по-прежнему по-прежнему создавать какие-то сложные системы, координат. Я могу сказать так, что Борис Александрович очень творческий человек, очень креативный, очень творческий. Ну, вот, хочется верить, что в этой ситуации все разберутся, и что это творчество, оно не довело его до каких-то ошибок и глупостей, и что все закончится хорошо. Но я точно могу сказать одно, что вот подобного рода ситуации, они не стимулируют людей к принятию решений. Они стимулируют, я имею в виду сейчас давление, давление потенциального риска ответственности, уголовной ответственности за все. Я не знаю, еще раз, нет, конечно, еще раз говорю, если, если, если виноват, украл, иди в тюрьму, это в этом есть здравый смысл. Но у нас очень часто вот страх перед неочевидными механизмами принятия решения по, по, то, что уголовной ответственности приводит к тому, что люди на всякий случай просто предпочитают никакой ответственности не брать. Это правда. Сказать, вот просто, да, и вот вы там говорите, риск работы за государством, вот он, собственно, в первую очередь находится в той плоскости, что право на ошибку здесь, оно там, я бы сказал, не то, чтобы отсутствует, но ты не понимаешь, вообще, оно есть или нет. И поэтому брать деньги в государство... Очень опасно. Лучше не брать. Но вы берете? Не беру. Ну как, это у вас госконтракт почти весь ваш бизнес? Государство меня что-то покупает. Окей, ладно. Это немножко дорогая статья. Ну, слушайте, государство я у Серебренникова что-то покупала, а в итоге чем кончилось? Ну, еще раз, я точно знаю, что государство, как и любой другой клиент, имеет право получить ну, то есть то, о чем договорились в рамках справедливого контракта. Это, понимаете, вот вы в ресторан придете, если вы покушаете и убежите с ресторана, это нехорошо. Понимаете, это преступление. И не просто по уголовному козу, но и по-человечески. Поэтому, если ты что-то обещал сделать и не сделал, вот это, в общем, должно быть наказано. Если ты не сделал не по своей вине, если так получилось, есть такая ситуация, в эту ситуацию можно войти при условиях полной компенсации тобой у всех ущербов и рисков. Ты сильно сомневаешься на Следственный комитет у этого что-то там входить в какие-то ситуации? Ну, вот, наверное, надо стараться сделать таким образом, чтобы мотив и мотивация наших, в том числе, правительственных органов был не в наказании, а в профилактике предотвращении и в ликвидации ущерба от действий. Это вы сейчас как президент Делого России, по-моему, говорите. Это я говорю сейчас как человек, который считает, что воздух в экономике, уверенность в том, что мы делаем, играет огромную роль в конкурентоспособности нашей страны и в качестве жизни граждан. И это не вопрос Делого России. Вот еще раз, я многое, даже я многое не делаю из-за того, что делал бы, если бы не думал о том, что это может быть трактовано не так, как это есть на самом деле. А сколько людей вообще ничего не делают? Это огромная история. Вот посмотрите, что происходит на самом деле сейчас от РВК и Повалка как кейс. У нас был СПС Повалка с РВК. У нас есть три сделки, которые самые одни из самых успешных вообще в истории всего РВК с компаниями, из которых мы выходили. У нас есть две несделанные сделки, где мультипликатор должен был быть 40 и принес бы половину средств государству. Они были несделаны, потому что там команда РВК и тот же там Саша консервативно относился к своему мандату, справедлив, консервативно. Я говорю, слушайте, я... Он... Это был такой руководитель компании, который дул на воду, на молоко и на любые жидкости. Я более консервативного, осторожного человека с точки зрения принятия инвестиционных решений не знаю. У меня всегда казалось, я говорю, слушайте, ты такой хороший замминистр... Ты же венчурная компания. Да, но ты же венчурная компания, но побоися Бога, ты не замминистра больше венчурная. Так вот, он был замминистром венчурной компаниях, и даже это... Его не спасло. Его не спасло и дало всем точный сигнал. Лучше вот вообще никакие риски не берите. Как вы страхуетесь? Вы не можете об этом не думать. Вы живете в этом мире, вы видите, что происходит. Вы занимаетесь госконтрактами. Вы должны, в принципе, думать о страховке. Я занимаюсь производством лекарственных средств. Я занимаюсь разработкой лекарственных средств. Ну, хорошо. Вы заключаете госконтракт. Я продаю то, что мы делаем тем, кто готов и кому нужно нужна наша продукция. Есть ли у нас при этом риск в целом на государство? Конечно, есть. То есть, если будет у нас условно любого рода экономический кризис, неплатежи или еще что-то, ну, мы ляжем. Это надо понимать. Потому что у нас совокупный риск на государство большой. Вот именно в этом проблема нашего государства оказывается. Хотим ли мы, конечно, чтобы у нас было больше других покупателей? Я имею в виду, например, международных. Очень трудный вопрос для философии эрфарма. Раньше всегда хотели, а сейчас чуть-чуть более консервативно это смотрим. Потому что понимаем, что разворачивать систему сразу на многих рынках международных свою систему, там, и дистрибьюции, и регуляторики и так далее трудно. Да, страны Ближнего Востока, залива, интересно. Да, купив завод в Германии, мы Германию сейчас воспринимаем как свой перспективный рынок, и мы туда много усилий и инвестиций аллоцируем. США, я всегда хотел выходить на рынок США, для меня США очень важный рынок, потому что... Вы даже на Инаграцию до Трампа ездили. 55% рынка, посмотрите, 55% мирового рынка информации в тикет США. Очень интересный кусок. Самый большой, самый большой кусок, что называется. У нас есть там компании, которые худо-бедно свои там несколько миллионов долларов в месяц продает, которые мы делали как полигон для своих амбиций. У нас, у меня есть там колоссальное количество моих друзей, партнеров, инвесторов, которые считают, что Airpharma портфель очень перспективный. но вот пока мы все время в сослагательном лане, если бы, да, кабы или про будущее, было легко. Сейчас вот случилось настоящее, вот та же самая ArtLegia, мы совершили три огромных исследования по ремонтному ответов в Штатах. Мы в этом году будем подаваться на регистрацию. Я серьезно думаю, надо ли это реализовывать самостоятельно или стоит американские права продать какой-то крупной американской компании, благо спрос высокий и про это забыть. От греха? Ровно потому, что есть политические риски. Какие политические риски? Вас могут представить иностранным агентом? Ну, отношение, я могу так сказать, что отношение к российскому бизнесу в Америке сейчас настороженное, просто потому, что охота на ведьму она имеет место. Это правда. Это правда. То есть, ну, там, наше, конечно, говорит Алексей, мы тебя давно знаем, ты там очень понятный, прозрачный и хороший для нас партнер, но ну и нафиг. Как это? Дело в том, что не мы такие, жизнь такая, да? Все, где есть там Россия, регуляторы начинают рассматривать под значительно большей степенью, что называется, внимания и на всякий случай от греха стараются лучше переосторожничать, чем что-то сделать. Я не знаю, но и даже, помимо всего прочего, вы понимаете сами, что с учетом ковида и все остальное, любой запуск огромного рынка, ну еще раз говорю, в России 2,5%, Америка 55%, да, требует огромного времени, усилий и присутствия команды. Вот у меня сейчас в России, мне сейчас так интересно, что я сейчас не могу туда ездить, запускать там процесс, а без меня я думаю, что это будет не так эффективно и не так здорово. Вот мне нравится запускать новое, но для этого мне нужно уехать в Америку там на 3-4 года или жить там и запускать тот рынок. Если еще рынок условный там, не знаю, там заливы Германии можно наездами, командировками отстраивать, то для таких больших рынков, как там, еще раз говорю, как Штаты или как Япония. Вот я в Японии, когда начинал отношения с Митсуи, я летал, в 19-м году я был то ли 17, то ли 18 раз я прилетел в Японию, куда и обратно. И в общем, вот это требует присутствия погружения. Вот я сейчас вижу, что у меня здесь больше перспективы для реализации каких-то новых тем. А вы, кстати, вообще никогда не хотели уехать из России? Я не хотел никогда, не то ли что не уехать из России, я, честно говоря, в одном месте жить не могу, мне все равно неинтересно. Мне все время нужны новые какие-то новые люди, новая картинка. Были нужны, кстати. Может быть, сейчас чуть меньше, потому что я уже, говорю, я начинаю уставать от новой информации. Но раньше так мне нужна была постоянно эта смена. У нас такая большая страна, что там, в общем, пока разберешься хотя бы в десятке другом субъектов, у тебя уже перегруз информационного поля. Русскому человеку жить вне России, на мой взгляд, это, ну, немножко как-то, это как, это, как вот, чувствуешь себя человеком с ограниченными возможностями. Ну, я не хотел бы для себя такой, как бы, такой участи, потому что мы все слишком русские. Если взять, там, вот, то, что мы говорили про дружбу, дружбу, что это интересы, к этому, там, желание с человеком привести время, то количество, конечно, там, доля таких людей, которые живут в России, она зашкаливающая больше, чем доля таких людей вне России. Они там есть, и поэтому к ним нужно ездить, с ними нужно общаться. Но намного проще, когда у тебя, не знаю, там, 100 твоих точек интереса здесь находится и 10 за пределами, ездить от 100 к 10, чем от 10 каждый раз к 100. Это просто, ну, вопрос, вопрос эффективного распоряжения в своем времени. я хотела теперь перейти все-таки к генетике. Вы верите в вечную жизнь? Не знаю. В современном понимании этого слова. В метафизическом верю, а так не очень. я верю в то, что продолжительность жизни людей увеличивается. Видимо и значимо. В это я верю эмпирически. Я верю в то, что мы можем влиять на ситуацию с точки зрения увеличения продолжительности жизни и качества жизни. Иначе бы я был в другой отрасли. а проскачок там отсюда сразу там, не знаю, в бесконечность, ну, не то, чтобы не верю. Пока не имею оснований эту концепцию поддерживать, потому что никто это не... Кто-то должен... У кого должно получиться, тогда скажу, да, верю. Про генетические исследования расскажите. Вы занимаетесь ими. Что вы делаете и куда идете? Говоря простым языком и понятным, можно сказать, что мы стараемся понять или сформировать больше причинно-следственных связей между состоянием здоровья человека, количеством его жизни, его возможностями, реализациями этих возможностей и тем, что заложено. Да, понятно, что можно потихонечку смотреть, как влияют определенные генетические последовательности на еще ротильные ситуации. Кому-то, не знаю, там, в силу генетики курить нельзя, потому что это приведет к новообразованиям с неспостоимой большей вероятностью. Кому-то нужно менять свой образ жизни или, не знаю, формат, например, питания. где-то наслаивается еще, точнее, почти везде и среда обитания, то, что у нас происходит, и приведение наше, и генетика и дают некий такой бульон результатов выхлопа на основе комбинации и пересечения вот этих множеств. просто генетика, несомненно, это одно из значимых факторов, на которые стоит обращать внимание в том числе и в ответе на ваш вопрос о повышении продолжительности жизни в целом, лечении серьезных заболеваний в нашей нише. Ну, то есть, понимаете, понятно, что есть простые ответы, что там есть генетические заболевания, рфанка, то, что специфические поддаются возможному лечению за счет генного редактирования или за счет генной терапии. На слуху замечательные все кейсы СМА, залгенсма, ну, пока это вот, так скажем, большое количество маленьких индивидуальных попыток, некоторые из которых успешны, в некоторых маленьких, очень нишевых историях. Есть ли возможность это там резко масштабировать? Не знаю, не уверен, я считаю, что это, наверное, набор больших индивидуальных, большого количества индивидуальных проектов. Может ли генетика в медицине сейчас, ну, помимо области знания и, ну, скажем, описательные части именно терапевтически быть широко задействованы, зависит в том числе от регулятора и от того, насколько мы быстро перейдем от, ну, как бы, от концепции гипотезы к практической медицине. То есть, классический путь долгосрочных исследований эффективности и безопасности для этих терапий невозможен. Иначе они будут стоить по миллион долларов, как у навартиза. Это не беда того, что это дорого стоило разработаться, беда того, что это немыслимо дорого стоило исследовать. А количество пациентов, которым это можно приложить, оно штучное. Поэтому генетические, терапевтические вот эти истории, они будут связаны, мне кажется, их бум будет связан с сменой регуляторных подходов. И, кстати, ковид, вот со всеми нашими этими emergency use или там да, бог с ним, что страшно, бог с ним, что возможно, не так эффективно, как бы пока проверено с точки зрения безопасности, но точно помогает. Вот эта вот логика, когда ты понимаешь, что да, там есть риск, но польза точно уже выше, чем риск, вот это, наверное, такой для тяжелых заболеваний, в первую очередь, или непоправимых, конечно, очевидный сценарий решения. А вы сдавали генетический тест? Конечно. А вы можете рассказать, что вы обнаружили? Ну, кое-что обнаружил. И какие-то решения потом приняли? Некоторые, да. Не хотите про это говорить? Это ваше право по-моему? Но тьфу-тьфу-тьфу не обнаружил ничего того, что ну, как бы к чему был бы не готов. Вот это очень там порадуло момент. Но опять же, вы поймите, вот, например, вот есть у меня там мой полностью секвенированный геном. Что это значит? Пока это значит, что вот по определенному набору комбинаций элементов его, я понимаю, что они значат. Микроскопическая пока доля того же, где мы понимаем, что вот эта комбинация, она приводит к тому-то и тому-то. но с каждым новым днем он дает больше и больше информации. То есть сейчас это тарабарщина, а потом этот розетский камень потихонечку начинает расшифровываться. и уверяю, ну как бы в горизонте десятилетия человек с нерасшифрованным геномом, это будет ну такой как-то старобрядец, в общем. То есть кто-то, кто это делает просто по каким-то своим внутренним странным, может быть, не знаю, философским или религиозным соображением, ну то есть все как бы нормальные адекватные люди, для которых это не противоречит каким-то их принципам, на которые каждый имеет право, это будут делать просто для того, чтобы лучше понимать как себя обезопасить и как себя использовать максимально эффективно. Как жить дольше. Ну или лучше. Понимаете, здесь вопрос что-то максимизирует. Некоторые считают, что лучше сгореть, но так, чтобы все заметили. Это выбор. Последний вопрос. У каждого героя есть цель, враг и суперсила. Кто еще раз? Цель, враг и суперсила. Расскажите про ваш. Философский цель это когда что-то получалось. Вот я не могу объяснить что. У меня очень важно что-то получалось. Я критически значимо, чтобы я видел, что есть результат усилий и этот результат повод для твоей внутренней гордости или удовлетворения. Вот меня выводят из душевного равновесия, когда я понимаю, что я трачу время и ничего в этом контексте как бы не меняется. когда я не вижу не вижу для чего эти усилия были истрачены. Поэтому это может быть маленькая история, это может быть огромная, это может быть поход условный Ярославль, о котором мы говорили с Тинковым 10 лет назад, или это может быть строительство какого-то нового предприятия, которое выпускает продукт, который внезапно оказывается нужным и спасает жизни. Если уж в ресторан, то самый вкусный. Понимаете? Но перфекционист. Я во-первых, я, конечно, перфекционист, во-вторых, я любопытный перфекционист. У меня главный черта характер любопытства. Моя цель постоянная это удовлетворение любопытства, но не просто все узнать и все попробовать, а любопытство а получится или не получится, а если еще сложнее, а если еще интереснее. И вот это чудовищный драйвер, чудовищная мотивация. Враг, ну, конечно, я сам, то есть это очевидно, один враг. Как у каждого из нас есть серьезный враг, он один. Это никаких... Все остальные, попытка найти внешнего врага, это значит, что твой враг оказался хитрым и отвлек твое внимание. То есть сумел тебя убедить и объяснить тебе, что вот сейчас ты должен справиться там, не знаю, там, с конкуренцией компании Меркель, конкуренцией компании Пфайзер, или там, не знаю, фармстандарт, или там, не знаю, вот как, биотек Борис Сакчерн. Это глупость, конечно. Это, конечно, глупость. Мы ищем себе внешнего врага, только когда они в состоянии себе честно признаться в том, что мы недоработали или там где-то схалтурили, пошли, пошли не в полную силу легким путем. А что на последний... Суперсила. А, суперсила. Я могу сказать, что мне до сегодняшнего момента намного чаще, чем даже мне кажется, я этого заслуживаю, удавалось убеждать людей в том, что мой выбор и мои решения ну, стоит того, чтобы их попробовать и стоит, ну, как бы того, чтобы меня в этих инициативах поддерживать. Это касается там и семьи, это касается и моих там педагогов, преподавателей, когда я учился, это касается моей команды, моих коллег в разных бизнесах, в том числе, конечно, в первую очередь в Варфарме. Это касается моих друзей, это касается моих конкурентов, которых, понимаете, всегда есть свое мнение и они имеют на него право, потому что у них тоже основаны на их опыте, на их знании, на их рефлексии этого опыта. Но мне удается многим попробовать, что называется, дать новый взгляд на какие-то иногда банальные, иногда сложные, нетривиальные вещи и подтолкнуть к тому, чтобы вместе попробовать, ну, что называется, мой способ приложения усилий и решения проблемы. это не вопрос и далеко не всегда вопрос лидерства. То есть у меня нету суперсилы, я не заставлю за собой пойти стадион, я все-таки всегда стараюсь, что называется, эмпатически через совместные переживания приходить к общим решениям. к общим решениям. Но, наверное, я умею находить, мне кажется, находить слова и аргументы, которые позволяют мне вот как это, вовлекать в свою веру, в свою философию, в свои убеждения тех людей, которые ну, как бы сложив синергетично свои знания, навыки, усилия с моими, позволяют нам видеть вот тот самый результат и получать удовольствие от того, что мы его добились. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok